уважаемые козероги я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на 2022 год год черного водяного тигра что же он вам принесет этот год благоприятен для всех земных знаков основные характеристики этого года оптимизм и жизнерадостность это то что должно быть с вами каждый день если вы хотите уважить этому самому тигру рассматривать события этого года я буду в произвольном порядке не придерживаясь определенных домов гороскопа мы будем смотреть то что важно для любого человека семья дом работа финансы ваша личная жизнь дружба ваша ближайшая родня также приятные и неприятные моменты напоминаю что этот таро прогноз вы можете смотреть как по асценденту так и по своему основному знаку зодиака таким образом у вас будет больше информации для анализа и даже если ваш расклад выпадут негативные или слабые карты они лишний раз укажут на то куда вам нужно лишний раз обратить свое основное внимание то на чем вам предстоит поработать для начала я возьму карту которая покажет ваши основные задачи на весь этот год какие цели вы преследуете чего вы хотите что в преобладании в этом году будет на вашем сердечке и что будет в вашем подсознании и далее по порядку я буду выкладывать все остальные карты колода полностью готова и мы с вами можем начинать на момент просмотра постарайтесь максимально расслабиться только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и анализировать и так в чем же заключаются ваши основные цели и задачи на 2022 год что будет на вашем сердечке и что возможно в подсознании возможных тайнах секретах и теперь я достану для вас карту которая покажет основные характеристики всего этого года рассмотрим также вашу личную жизнь то что касается конкретно вашего дома вашего приватного пространства также рассмотрим вашу деловую сферу работу любые контакты и связи связанные с работой финансы кредиты возможные вложения личная жизнь те кто в паре и те кто по-прежнему остается в свободном поиске рассмотрим какими будут ваши отношения с ближайшей родней и с ближайшими друзьями посмотрим что вас может огорчить что может расстроить и еще одна карта которая расскажет о том а что же вас все таки удивит или приятно порадует 2022 году несмотря на то что на столе есть основных 13 карт я буду брать также дополнительные для того чтобы что-то прояснить и так какие же основные цели вы перед собой ставите на этот год и первая карта для вас выпала очень активная карта рыцаря мечей в данном случае это женская карта поэтому если смотрят меня женщины козероги эта карта говорит о вашем порыве что-то поменять многих из вас она показывать как очень умных отважных смелых решительных людей которые всегда борются за свои идеалы и за свою правоту мы здесь видим прекрасного единорога а это говорит о том что у вас появится желание что-то не разрушать а созидать возможно вы будете помогать еще кому-то ваши цели и намерения чисты вы показаны как благородный рыцари независимо кто меня смотрит женщины или мужчины но если смотрят меня мужчины козероги я так полагаю что большие ставки вы делаете на определенную женщину это может быть ваша супруга дочь сестра хорошая знакомая или подруга возможно это влиятельная чиновница так как эта карта может показывать и женщину официальное лицо если говорить о женщинах вы явно не собираетесь сидеть в этом году на месте эта карта показывает не просто активность а гиперактивность она может показывать любые дороги встречи коммуникаций от которых будет зависеть ваша жизнь и вы сами что-то пытаетесь ускорять и давайте посмотрим что будет на вашем сердечке карта семьи карта десяти монет эта карта также говорит и о рабочей деловой сфере для вас важно что-то улучшить материально и наладить погоду в доме эта карта может показывать большие радостные события связаны с вашим домом с вашей семьей с вашими близкими и это что-то грандиозно то к чему вы стремитесь а вы хотите перемен вы хотите изменений не только для себя но и еще для кого-то я вижу что вы будете стараться не потратить а наоборот накопить вложить во что-то нужное так чтоб деньги работали на вас и давайте посмотрим что в вашем подсознании в вашем подсознании выпала карта дорог перемещений и возможно кто-то из вас мечтает о дальних поездках путешествиях для кого-то это дороги будут связаны с работой для кого-то с отдыхом в вашем подсознании также желание обновлений вы как будто бы для себя выбираете новый курс ищите новые возможности кто-то свою жизнь не хочет поменять на 180 градусов по этой карте для вас уже не столько важно прошлое как то что в дне сегодняшнем и то что будет происходить в будущем конечно по этой карте вы думаете о том чтобы за какие-то важные события взять на себя ответственность жизни чтоб те люди которые рядышком с вами были рядом с вами защищены чтоб вы для кого-то могли быть и опорой и поддержкой но эта карта говорит о том что во всех ваших начинаниях вы не будете одиноки с вами действительно будут все люди которые вам преданы вот такие интересные карты выпали на начало расклада и теперь посмотрим какими же будут преобладающие энергии всего этого года и первой карты для вас выпала карта борьбы эта карта семерки жезлов мы здесь видим человека борца человека который борется за свою правоту за свои интересы за свое место под солнцем мы здесь видим настоящего воина конечно эта карта говорит о том что кто-то вам будет пытаться создавать помехи на пути к вашим целям и достижениям но у вас всегда будет какой-то запасной вариант план b вы как хороший шахматный игрок который думает тактически вы продумываете все варианты на много шагов вперед как поступить что делать как обыграть своих врагов или конкурентов и что важно что у вас действительно будет получаться даже если кто-то будет и создавать вам вот эти самые помехи всех этих людей вы сможете поставить на место но конечно же эта карта предполагает определенное напряжение но все-таки в позитиве эта карта говорит о том что у вас очень очень много преимуществ и теперь посмотрим что будет происходить в вашем собственном доме под крышей которого вы живете ваш собственный дом выпала карта старшего аркана справедливости эта карта может показывать любые официальные моменты связаны с вашим домом или с близкими людьми возможно для кого-то что-то в этом году будет оформляться переоформляться возможно идут какие-то разговоры связанные с недвижимостью или с домом не только разговоры но что-то решается снова таки официально по отношению к себе от своих родных и близких вы захотите справедливости или того чтобы вас в чем-то услышали поняли эта карта может показывать любые очень серьезные и важные разговоры внутри семьи когда в чем-то стоят вопросы ребром и карта может говорить о том что собирается семейный совет у тех у кого намечаются на этот год если у кого-то есть суды или тяжбы по имуществу из прошлого либо у кого-то эти суды могут появиться в настоящем моменте то есть в этом году для каждого эта карта проиграется по-своему по справедливости вам понадобится помощь официальных лиц юристов или адвокатов и скорее всего ваш вопрос не будет закрыт в течение 22 года той что-то будет затягиваться эта карта также может говорить о том что внутри семьи у вас с кем-то сложные отношения исключительно для некоторых эта карта может говорить о том что кто-то находится в состоянии развода или вы перед выбором того разрывать отношения или не разрывать давайте возьмем все таки для вас карту как дополнительный совет которая также будет показывать и развитие текущих событий именно в вашем доме и для вас выпала карта что старший аркан эта карта обнуление обновления это действительно у многих из вас как возможность начать что-то чистого листа либо развернуть жизнь на 180 градусов то о чем я вам говорила ранее для кого-то эта карта может быть связана с переездами может быть именно поэтому выпала карта юстиции когда что-то оформляется официально возможно кто-то покупает жилье или продает потому что карта шута может показывать недвижимое имущество которое движима возможно меня смотрят молодые пары у которых стоит вопрос того быть в этом году родителями или не быть и скорее всего вы планируете зачатие но по правосудию я вижу что вы к чему-то еще недостаточно готовы но по крайней мере вы так считаете но карта шута может говорить о том что вы то свою жизнь планируете а что-то может произойти произвольным путем по воле высших сил у тех у кого есть дети взрослые или дети подростки и они вас в чем-то или поддержат или порадуют а теперь посмотрим что будет происходить в вашей рабочей деловой среде в вашу работу выпала карта пажа кубков это карта творчества это карта коммуникаций положительного общения с другими людьми а это говорит о том что рядом с вами будет для вас человек преданный который вас в чем-то поддерживает и также вы кого-то поддерживаете в рабочей сфере возможно кто-то захочет поменять старую надоевшую работу на новую и эта карта большого ожидания мечтаний и надежд здесь вам также может помочь кто-то или из друзей или из близких возможно вы захотите обучиться чему-то новому для того чтобы вот эта новая работа в вашей жизни появилась и вы для себя нашли применение для своих знаний для раскрытия своих талантов на рабочую деловую сферу я также возьму для вас дополнительную карту мы видим карту старшего аркана влюбленных так как это старший аркан эта карта говорит о том что вам непременно кто-то поможет и вы не будете одинокими но скорее всего в работе вы будете стоять для себя перед определенным важным выбором возможно кто-то уже в конце 21 года стоял перед вот этим самым выбором но на что-то не мог решиться но в двадцать втором году в чем-то вот этот выбор уже предопределён что-то для вас высшие силы приготовили и я вижу что это что-то хорошее потому что эта карта может показывать любые договоренности любое сотрудничество с другими людьми а это говорит о том что даже если меня смотрят те кто без работы вы сможете себе найти работу даже если меня смотрят пенсионеры или люди не работающие по этой карте вас кто-то поддержит из близких и возможно вы сможете развивать какие-то творческие начинания которые в будущем будут приносить вам дополнительный доход что же будет происходить с вашими финансами возможными вложениями кредитными линиями и в дом финансов для вас выпала очень благоприятная карта рыцаря кубков в данном случае снова рыцари женщина поэтому для женщин карта прекрасно если говорить о мужчинах то влиять на ваши финансовые потоки денежное движение может женщина либо женщина вам в чем-то помогает либо с помощью женщины вы что-то решаете если говорить о женщинах свои финансы вы постараетесь взять под свой полный контроль но у вас будет очень много искушений потратить эти деньги на удовольствие на красивую одежду на свою внешность на приятные дороги которые связаны с отдыхом но что важно что эти деньги у вас будут эта карта говорит о том что ваши финансы активны они не лежат где-то стопочкой в сундучке вы постоянно их куда-то вкладываете для тех кто именно в этом году планируют приобретение автомобиля карта прекрасно она говорит о том что все у вас получится и вы будете довольны покупкой если в этом году вы собираетесь оформить важную кредитную линию во что-то вложиться эта карта говорит о том что кредиты вы получите вложения ваши будут оправданы и на результат я не вижу абсолютно никаких потерь поэтому идите к своим целям но мужчина что-то решает с помощью женщины давайте посмотрим что в личных отношениях наших семейных пар до семейных пара выпала карта старшего аркана умеренности и обратите внимание на то что ваши собственные дома выпадала карта старшего аркана справедливости карта юстиции и карта шута уже было два старших аркана и для семейных снова падает карта старшего аркана это говорит о том что в доме и в личной жизни будут происходить события большой важности эта карта говорит о том что вам нужно будет договариваться с вашей второй половиной чтобы вы не делали чтобы вы не захотели начать или предпринять для тех для кого важно отношения сохранить и удержать и вы не хотите чтобы отношения дошли до развода все в ваших руках сами ангелы будут вам помогать эта карта говорит о том что вы гармонизируете свое пространство но если вы все-таки устали определенно от тех отношений в которых вы находитесь и кто-то разводится меня могут смотреть единицы таких людей но есть и такие по любому с вашей второй половиной вам в чем-то нужно будет договариваться и запаситесь терпением что-то решается не быстро но вашу пользу что-то позже будет разворачиваться именно так как хотите вы возьмем для наших семейных пар еще одну дополнительную карту и попробуем немножечко ситуацию прояснить карта восьмерки жезлов для тех кто не собирается разводиться эта карта говорит о том что у вас объединят общие проекты общие дороги эта карта близости и желания и она говорит о том что восполняйте пробелы интимной стороны жизни и в конечном итоге ваши чувства будут обновляться теперь посмотрим что ждет в личной жизни наших свободных козерогов и для вас выпала карта семерки чаш это карта мечтаний надежд эта карта может говорить о том что вам нравятся разные партнеры или партнерши но вам тяжело определиться с выбором многие из вас думают о том что счастье придет само и что его не нужно искать потому что эта карта показывает больше бездействия чем действия и эта карта говорит о том что здесь вы заблуждаетесь в личной жизни тоже включайте активность начинаете искать начинаете знакомиться давайте и для вас возьмем дополнительную карту карта девятки мечей может говорить о том что у вас очень много страха возможность связанных с прошлыми неудачными отношениями возможно вы боитесь помех от бывшего или бывшей для давайте для вас возьмем еще одну дополнительную карту и на конечный итог это королева кубков если говорить о женщинах во многом вы хозяйки своей судьбы отбросьте свои страхи и сомнения в том что вы недостаточно красивый или недостаточно сексуальные или недостаточно эрудированный у вас все есть если вам нравится определенный человек делайте первый шаг знакомьтесь не стесняйтесь если до сегодняшнего дня вы за собой не ухаживали и не смотрели карта дамы кубков призывает вас к тому чтобы вы прекрасно выглядели что-то улучшили в своей внешности по этой карте я не вижу никакого одиночества если говорить о мужчинах то женщины могут знакомиться с вами первыми это не значит что эти женщины какие-то не такие поэтому знакомьтесь и вы найдете настоящую спутницу жизни теперь посмотрим что будет происходить у вас во взаимоотношениях с ближайшей родней и для вас выпала карта короля мечей карта благоприятна и для женщин и для мужчин но если говорить о мужчинах козерогах то скорее всего вы кому-то из близких помогаете но эта карта конкретики она может показывать напряженные разговоры или то что вы достаточно прямо линейный человеке даже своим родным и близким людям вы можете в глазам сказать все то что вы думаете возможно это кому-то не нравится но все-таки именно за это ваши родственники вас и уважают если говорить о женщинах то именно мужчина родственник тоже вам чем-то может помочь карта может показывать дядю брата даже вашего сына возможно для кого-то отца это тот мужчина с которым вам тяжело общаться любые разговоры вызывают напряжение но на этого человека все-таки вы можете рассчитывать и давайте посмотрим как же вас будут развиваться отношения с друзьями а в дом друзей для вас выпала негативная карта это пять мечей это говорит о том что многие вас недолюбливают что за вашей спиной может быть определенная двойная игра или интриги нечестные действия эта карта может предполагать любые подставы от тех людей которым вы верили а это говорит о том что в ком-то вы можете горько разочароваться поэтому не будьте слишком доверчивы возможно на интуитивном уровне вы ощущаете откуда может исходить опасность и вот эта карта говорит о том что вы в постоянной боевой готовности многие из вас действительно не расслабляются вы все время ждете определенных провокаций потому что вы привыкли к постоянной борьбе что же вас может огорчить и в дом огорчений выпала карта короля чаш перевернутом виде так в перевернутом виде я эту карту и оставляю потому что ее прямые значения радикально меняются эта карта может показывать любого мужчину который может являться либо другом либо родственником либо хорошим знакомым из-за которого у вас конечном итоге могут появиться проблемы либо этот человек в отношении вас проявляет эгоизм либо этот человек вам в чем-то препятствует и видите эта карта выпала рядышком с дружбой пятерка и мечей может говорить о том что как раз тот человек которому вы верили себя проявит не с лучшей стороны и теперь посмотрим что же вас все-таки порадует или что приятно удивит в этом году для вас выпала старшего аркана повешенного в позитиве эта карта говорит о том что у вас будет время над чем-то подумать если в вашей жизни в чем-то вольно или невольно возникает остановка в рабочей среде финансовой среде либо в среде отношений это не значит что все плохо это говорит о том что высшие силы вас могут подготавливать к новому этапу или к тому чтобы вы в чем-то пересматривали свои позиции великолепна карта для тех людей которые занимаются эзотерикой которые увлекаются медитативными практиками людей которые получают самообразование и всегда пытаются совершенствоваться эта карта во многом для вас говорит о хорошем результате и о фундаментальных знаниях которые вы приобретаете в процессе и в чем-то наращиваете свой опыт и потенциал эта карта в позитиве может говорить о том что возможно в этом году вы сознательно идете на определенную жертву но во имя каких-то очень высоких целей благородных целей я вижу что ваша душа чиста и намерения ваши также чисты давайте посмотрим что же прячется на дне вашего расклада а это скрытые факторы скрытых факторах мы видим очень стабильную карту это четверка кубков эта карта дома семьи и она говорит о том что даже если с кем-то и будет конфронтация или конфликты будут идти из близких кто будет вас поддерживать ваша семья или ваш дом в чем-то может явиться для вас надежным тылом также эта карта может говорить о том что из внешнего мира к вам будет постоянно идти помощь или определенные предложения вас кто-то будет пытаться чем-то заинтересовывать но вы сами в чем-то не спешите и не торопитесь вы взвешиваете свой каждый шаг и об этом говорила карта повешенного которая выпала в позитив и это также то о чем я вам говорила то что будет время для отдыха для перезагрузки для того чтобы в чем-то свою жизнь вовремя проанализировать или на что-то посмотреть со стороны и избежать определенных ошибок уважаемые козероги таким для вас был расклад на 2022 год не забывайте о том что каждый месяц выходят новые ежемесячные расклады также расклады на каждую неделю подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан ставьте лайки или дизлайки за проделанную работу конечно же я с вами не прощаюсь я вам всем желаю огромной удачи на весь этот год по истечению определенного времени пишите как этот расклад у вас проигрывался или проигрывается сегодня всем до свидания до новых встреч а